Чистые озера, заливистая луга, милые сердцу березы и ивы. Красоты Вологодской земли написаны рукой бывшего сотрудника органов внутренних дел Сергея Шаталова. Более 23 лет Сергей посвятил службе. В отставку вышел в 2002 году майором должности государственного инспектора технического надзора Череповца. Но за долгие трудовые годы Сергей Шаталов не потерял тягу к прекрасному. В отставке он впервые в жизни взял в руки кисть и холст и начал творить. Еще работал в органах внутренних дел, в ГАИ. И что-то у меня торкнуло, что надо мне чем-то заниматься по выходу на пенсии. Попробовал рисовать. Рисовал, но у меня не очень получалось, но мне нравилось. Ну, мне стал показывать свои работы художникам. Все вроде бы так этого одобрили, но тем не менее я понимал, что работы мои, конечно, далеки от совершенства, и поэтому старался где-то у кого-то учиться. Я напрашивался к художникам, как, я не знаю, как невеста на выданье, наверное. Ну, просил их там советов. Незабываемые встречи были с Мартышевым, Волковым Юрием Николаевичем, Федосовым Николаем Федоровичем. Они мне советовали, они меня обучали. И пришло мне какое-то вот, ну, не знаю, не вдохновение, но, наверное, какая-то тяга к этому. Внуков у меня пять. И заниматься особо тоже некогда, но все свободное время я стараюсь этому посвящать. Чувствую себя немножко вот не в своей тарелке, когда участвую в выставках. Я критически подхожу к своим работам, естественно, вижу свои недостатки. Ну, мое увлечение, конечно, это природа. Наша, Вологодская сейчас вот природа. Я родился в Владимирской области. Там у меня свое какое-то, свои какие-то впечатления свои остались из детства. Тоже это по памяти где-то что-то пытаюсь изобразить. Ну, а так в основном наша Вологодская природа, дача моя в Черкесии, на берегу Суды, рядом с домом, музеем Северянина. Вот там я работаю, там пытаюсь что-то передать своим зрителям, которые уже появились сейчас. Спасибо им. А я вот, знаете, как уже как-то, наверное, не могу без этого. Это мне нравится. И это, ну, как бы, это увлечение вот какое-то оно у меня серьезное, видимо. Ко мне подходят сослуживцы. Ой, а я бы тоже хотел. Я ведь тоже могу что-то сделать. И, конечно, конечно, в каждом где-то что-то зарыто. Какой-то талант, какой-то это. Ну, может быть, не столько талант, но, тем не менее, творческих людей у нас много. Желаю им успехов во всем. И семейной жизни, и в творчестве.